Мои прекрасные зрители, здравствуйте! Ну что ж, я выхожу из дома, сажусь на свой велосипед и еду навстречу праздничному субботнему стрит-стайлу. Давайте посмотрим, что интересного сегодня мы с вами увидим. Отвечу на вопрос, что на мне за блузка такая интересная сегодня. Этой блузе примерно 8 лет. Это одна из первых моих покупок в Massimo Dutti, когда я купила эту блузу, купила топ на тонких бретелях, купила себе платье. И признаюсь, тогда моя любовь с Massimo Dutti не случилась. Мне не понравились материалы, хотя крой, фасон, все отвечало моей эстетике на тот момент, но состав и цена, скажем так, меня разочаровали. Любовь с Massimo Dutti у меня случилась именно в этом году. Не знаю, как будет в следующем, но в этом году все, что они предложили, мне очень понравилось. Ну что ж, уже очень многие поняли, что я люблю снимать рядом с баром, куда приходит модная публика. Я люблю снимать рядом с модными магазинами. Туда тоже очень часто приезжают много интересной модной публики. Сегодня, признаюсь, я привлекаю к себе много внимания, и мне это мешает, потому что я люблю быть незаметной на съемке. Покажу вам сеньору, и она очень дорого одета. У нее сумка Hermes, брелки Hermes. Но самое интересное, пока я ее снимала, я разглядела очень интересное украшение. Возможно, вы его даже не увидите, потому что либо не позволит удаление его рассмотреть, либо не позволит, скажем так, ракурс его увидеть. В любом случае, я поняла, что эта сеньора может себе позволить многие вещи, но посмотрите, как она просто выглядит. Действительно, в Европе очень часто так бывает, что ты увидишь сумку Birken в руках у человека, у сеньоры, у модницы, которая выглядит, на наш взгляд, очень обыденно. Здесь сразу могу сказать, что раньше я сама предполагала и думала, что красиво одетые люди — это прежде всего богатые люди, у кого есть деньги на красивую одежду. Сейчас же я понимаю, что красивая одежда — это всего лишь показатель нашего желания красиво одеваться, но также нашего умения красиво одеваться. Часто в своих видео я говорю, что яркая сумка, яркий кросс-бодибэк, либо просто сумка, которую мы носим на плече — это очень красиво. Посмотрите, как наглядно видно. Примерно одинаковые наряды на обеих девушках, но сумки разные. Желтая сумка смотрится очень эффектно, и даже со спины она более красиво разделяет по диагонали полностью ансамбль, чем просто черная сумка, которая по большому счету теряется на черно-белом платье. Если вы хотите достичь подобного эффекта, присмотритесь к сумкам красного цвета, кросс-бодибэгам красного цвета, желтого цвета, а также зеленого цвета. Яркий синий цвет может теряться в аутфите, потому что очень часто мы используем деним как базу, либо как один из компонентов нашего ансамбля. И на дениме, либо вместе с денимом, синий цвет любого оттенка, даже голубой цвет любого оттенка, любой глубины теряется. Субтитры создавал DimaTorzok Альтернативой сумке, которую мы носим через плечо, яркого цвета может стать сумка любого цвета, даже базового цвета, но на цепочке, в особенности на золотой цепочке. Издалека это тоже смотрится очень красиво. Золотая цепочка контрастирует со всеми, плюс отражает цвет, действительно смотрится очень эффектно. На подобные брюки. Чаще всего они шелковые, но могут быть изготовлены и из плеестра. Я тоже обращала внимание, их очень много в Италии. Итальянки их очень любят. Я бы, если бы увидела в витрине, никогда бы себе не купила и никому бы не посоветовала. Но, признаться, смотрятся эти брюки очень эффектно. Эх, где мои 20 лет, смотрю я на этих стрит-стайеров, и подобные мысли меня посещают. Две вещи совершенно точно стали трендом. Это вот подобного плана брюки, которые больше не узкие и больше не подворачиваются. Они короткие сами по себе. И также спортивные, именно спортивные губчатые носки со спортивной обувью. Это то, что, скорее всего, будут носить стрит-стайлеры всего мира в предстоящем зимнем сезоне, осенне-зимнем сезоне. Еще один пример яркой кросс-бодибэк. В данном случае это красный. Посмотрите, как красиво смотрится. И со спины эта диагональ, это очень комплементарно. Два в объективе варианта сумок. Кросс-бодибэк. Одна голубого цвета на белом платье, и другая на черном платье. Подобное маленькое черное платье мне нравится. Итальянки его очень любят, носят в любом возрасте. С любой обувью, с любыми аксессуарами. Я очень люблю, когда в кадр попадают два стрит-стайлера и два примера разных образов. Левый мужской образ – это образ, построенный на контрасте. Белая рубашка и темные брюки. Правый образ – это образ, который построен на красивом сочетании цветов. И мне кажется, что в данном случае как раз-таки очень хорошо видно, насколько образ, построенный на контрасте, более красивый, более выигрышный. И это можно сказать как о мужских, так и о женских компоновках. Я очень люблю контрастность в образе. Очень часто свои ансамбли я строю как раз-таки по принципу контрастности, либо по принципу красивого сочетания цветов. Но контрастность в фаворитах у меня совершенно точно. Ну что ж, еще одна яркая кросс-бодибэк. Сумки черного цвета. Посмотрите, насколько они иначе смотрятся. Кстати, это мама с дочкой шли. И опять же мини-юбка, либо мы будем носить джинсы с высокой посадкой, либо средней, либо брюки. И плюс рубашка вот с таким объемом, либо с объемными рукавами. Смотрится очень свежо, очень красиво. Открытие этого сезона для меня, я уже о нем много раз говорила и упоминала, это белое хлопковое платье, либо белые хлопковые брюки, плюс белая хлопковая блуза. И внимание, черная обувь, казалось бы, слишком тяжелая, и черная сумка. Казалось бы, не подходящая к белому аутфиту, но смотрится действительно очень-очень интересно. Очень смешной момент, снимала парня в носках. Потом я взяла у него маленькое интервью, я спросила, почему ты в носках, видите, очень тепло. Он сказал, ну потому что, потому что, он сказал, и это значит, ну потому что, да, сейчас вот так носят, поэтому спортивные носки, возможно, даже контрастные относительно обуви. Спортивные, как в данном случае, было белые кроссовки, черные носки, это то, что мы будем носить, нравится нам или нет. По крайней мере, если мы подобное не наденем, мне кажется, что я все-таки не готова так одеваться, то это то, что мы будем видеть вокруг себя в наступающем более прохладном сезоне. Ну что ж, на сегодня это все, впереди очень много всего интересного, я не преувеличиваю, действительно, я сегодня отсняла, что утром, что вечером, очень много красивого. Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока!